Доброго времени суток, дамы и господа! Уверен, это видео будет полезно как и тем, кто только недавно начал играть в Dragonflight и только стартанул делать различные цепочки для получения уникального реагента искра искусности. Так и видосик будет полезен тем людям, которые просто делают-делают эти квесты, ходят ключики, ходят рейдики и никак понять не могут, что же вообще скрафтить с этой искры и вообще стоит ли с неё что-то крафтить и нужно ли голду там тратить на реагенты, на рекрафты и всё вот это прочее. Постараюсь довольно-таки внятно, довольно-таки коротко. Абсолютно обо всём рассказать и подсказать вам, направить вас на путь, так сказать, истинный. Рассмотрим, что вообще такое искра искусности. Искра искусности — уникальнейший реагент, который даётся нам один раз в две недели. На текущий момент, если вы сделали абсолютно все задания, которые даются вот тут вот справа у двигателя открытий, у вас три искры искусности. 11 января мы получим четвёртую искорку искусности. И, разумеется, с её помощью нужно прокрафтить себе какую-то вещицу. С помощью искры искусности можно прокрафтить абсолютно любой слот. Как плащ, так и шапку, так и одноручную пушечку, так и двуручную пушечку, какой-нибудь посох древковый. Но тут небольшая поправка. Если мы глянем какую-нибудь, например, шмотку по типу нагрудник, по типу другой нагрудник, поясок, другой поясок, наручье, тут требуется одна искра. Всё окей, всё хорошо в этом плане. Глянем оружие. Одноручный меч, одна искорка. Алибарда. Двуручная, древковая. Все двуручные пушки при своём крафте требуют две искорки. То есть, чтобы вам выкрафтить пушку, потребуется 4 недели. А это, между прочим, затратно. Касательно времени и касательно вообще вот этого всего ожидания. Но окей, допустим, вы что-то захотели себе скрафтить, это, конечно же, всё круто. Изначальные крафты, которые идут, они идут 392-го итем-левела. Разумеется, их можно усилить. И, разумеется, их можно усилить уже даже после того, как они были сделаны. То есть, не нужно, например, холдить искру в сумке, держать искру в сумке до той поры, пока вы не получили концентрированный изначальный настой. Вы можете сделать самый обычный, например, нагрудник. Потом прапать его с помощью первичного настоя. А потом прапать его с помощью концентрированного изначального настоя. И так потихоньку вы будете усиляться. Держать искрки в сумке – такая себе идея. А потихоньку расти, потихоньку улучшать свой гир – эта идея довольно-таки хорошая. Разумеется, искрами нужно пользоваться с умом. И нужно несколько тысяч раз подумать о том, что вы хотите себе скрафтить. С помощью искрки можно скрафтить как обычную 418-ю шмотку, так и можно скрафтить вещицу, которая является украшением. Украшениями можем сделать всего две штуки. И самый полезный крафт – это ожерелье под названием «Аркан стихий». Следующее украшение, которое вы себе будете делать, зависит целиком и полностью от вашего предпочтения, от вашего геймплея, от вашего наличия гира, но, разумеется, имеются различные висовые вещицы. Например, если мы откроем каких-нибудь латников, то, конечно, это будет нестабильный пояс ледяного огня. Ну, я допустил ошибку и скрафтал другой пояс, но эта ошибка исправима. Обратим внимание на кожаные доспехи, конкретно шапка кожаная очень хороша, так как она делает урон от огня, а урон от огня позволяет прокать двум колечкам, которые имеются в рейде. То есть можно таким образом неплохо скомбинировать эти крафты, эти рейдовые дропы и таким образом просто-напросто усилить свой урон. Также, я думаю, стоит поставить довольно-таки жирную точку в вопросе, сколько можно носить крафтовых вещей. Крафтовых вещей можно носить сколько угодно, но украшений носить можно только два. Если мы внимательно рассмотрим интерфейс вещицы, то мы увидим то, что в скобочках написано «Украшения 2». Крафтовые вещицы все просто-напросто зависят от ваших искор искусности. 11 января, как уже было сказано ранее, мы получим четвертую искорку. 25 января мы получим пятую искорку. И после того, как мы получим пятую искорку, следующие искры искусности будут дропаться рандомно с разных активностей. Шанс у них будет примерно как у легендарки в легионе. Но тут вопрос довольно-таки интересный. Будет ли этот дроп как в первые недели легиона или как в последние легиона? Это уже интересно. Также, как было сказано ранее, подумайте о том, что вам скрафтить. Аркан стихии окей, первым слотом крафтите в виде украшения. Потом, конечно, какое-то другое украшение, которое усилит вас хорошенько. Можно, например, какое-нибудь украшение навешать на пушку. И таким образом вы уже будете иметь и пушку хорошую, и второе украшение у вас будет занято. А следующие крафты рекомендую делать просто-напросто те, которые повысят вам хорошенько этом левел. К примеру, имеются у вас ступни 376? Замените их. Сделайте себе 418. Также, если вы ходите мифик рейды, подумайте о том, какие вещицы с плохими статами имеются с рейда. Вы можете просто, например, от них отказываться и скрафтить себе то, что вам хочется. Таким образом, вам уже не нужен будет этот плохой лут с рейда, так как у вас имеется вещица с лучшими статами и хорошего этом левела. 418 этом левел у крафтовой вещицы, это просто замечательно. На этой позитивной ноте заканчиваю свой монолог. Если остались вопросы, можете задать их в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Продолжение следует...